в общем новая рубрика глаза боятся руки делают на видео у меня по пневмония просили в комментариях разобрать старый поломанный датчик не знаю как у меня получится и вообще можно его разобрать и отремонтировать просто ради интереса не факт что он вообще разбирается у него получается такой люфт по оси несколько минут ну наверно миллиметра два вот это поэтому он кстати может и не работать почему они вообще ломаются не работает это же обычный риостан это получается задний левый датчик положение кузова тут залито чем-то таким даже не знаю чем сковырнуть можно будем пробовать недалеко залит главное себе руки не поотрезать процессе этого сковыривания не факт что он потом соберется этот датчик но интересно еще он состоит сейчас потихоньку разрежем его кстати его потом может и можно собрать надо аккуратно еще пальцы не поотрезать себя то мне не еще пригодятся носу там ковыряться гайки крутить ножик тоже не не очень хочется сломать потому что жена за это по голове не погладит как говорится может вы пишите в комментариях если интересно такая штука чтобы разбирать поломанные детали смотреть что у них внутри я буду это чаще делать как будет попадаться такие детали просто если кому это хотя бы интересно мне например интересно как он устроен поэтому я решил чуть-чуть зампо заморачиваться хотя бы разобрать посмотреть в принципе там обычный риостат должен быть разбирать его конечно такое себе занятие похоже тут просто ну какой-то херметик залит или что-то такое не боксит к более-менее погорячился я может его особо и не разберешь этот датчик посмотрим собрать точно не получится хотя бы разобрать к чему эта крышечка вообще так 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 упс ха тут имеем какую-то плату так этот и как ее выковырять не поломал при этом непонятно что за плата неизвестно какие-то я особо не специалист в этом сейчас попробую а она тут получается контакты закон точен и так не разберешь и ну получается контакт от эти контакты запаяны и они идут сразу вот здесь но это эти контакты которые внутри то есть отсюда плотно тут отсюда не получится сковырнуть смотрим дальше отсюда тоже не факт что получится тут нету никакой нету не разберу так но спаяна склеена в принципе разобрать ее так что подремонтировать вряд ли получится так что поломать можно попробовать но я не вижу в этом смысла его разбирать потому что если его нельзя ремонтировать смысл дальнейшего разбора вообще теряется все упирается в том что стоит сверху плата которую я не могу снять она припаивается к ножкам получается там не съемный никак нужно попробовать разобрать датчика его никак все равно не вытяну то есть не знаю смысл его разбирать дальше я не вижу что отремонтировать такую штуку вряд ли получится как вы считаете стоит дальше разобрать или пусть пусть так и будет не знаю даже не знаю новый экспериментальный новый экспериментальное видео это каким образом его можно может попробовать распаять но распаять это а сейчас какая разница какая разница какая разница была сколопнуть так хоть посмотрю что там под ней так так а вот и у нас наш датчик там оказывается такая хитрая система стоит какой-то магнит дело даже получается видно не знаю по какому принципу он работает стоит стоит магнит но магнит крутится а тут какой-то датчик стоит получается в зависимости наверно от магнитного поля он чего-то там считают как оно могло вообще поломаться тогда в принципе но даже тут нету трущихся деталей может просто интересно это я я уже поломал поломал детальку или это она просто треснутая была она фокусируйся вот видно что поломана может я когда раздал был ну вот это интересно я думал просто трущийся как реостат обычно тут какой-то железяка магнитная а это тут получается даже этот люфтик ничего особо не дает вот то есть с люфтом оно в принципе должно работать исправно возможно сгорели какие-то детали на самой плате это наверное какие-то резисторы не они каким-то образом чудным работают с помощью от этой штуки в общем как то так ремонтировать даже получается если его ремонтировать в принципе ремонтно пригодный только не нужно снимать эту плату сейчас уже не я наверное ее назад не поставлю хотя может кто соображает в этих электросхемах может проверить вот эти вот конденсаторы не конденсаторы а эти резисторы получается если вдруг чего там какие проблемы с резистором просто заменить его и будет работать в принципе тогда получается снять можно одну верхнюю крышечку и даже не отгибать я сейчас отогнул там наверное уже контакты пошли по бороде отгибать конечно при если кто захочет заморачиваться ремонтировать не нужно тут датчик стоит в принципе он бесконтактный снимать вот эту штуку не надо в общем как то так если кому интересно такого формата видео пишите в комментариях ставьте лайки подписывайтесь будем делать новую рубрику глаза боятся а руки делают всем пока всем до новых встреч до новых встреч